Всем здравствуйте! Продолжаем мы с вами эксперимент Тонбергия. Как она у нас зимует и что у нас будет, если мы оставим кашпо в теплице. Итак, у нас конец марта. 22 число. Тонбергия у нас жива. Вот у нас побег идет у нас. Здесь я укоренила еще один. Тоже, в принципе, неплохо стоит. И у меня еще есть в стаканчике один. Откуда он у меня взялся. Если вы видели мои ранее обзоры, у меня вот здесь была повыше чуть-чуть веточка, которая выжила. И на ней была тоже почечка ожившая. Тоже она там начала нарастать. Но, к сожалению, я ее обломила, перевешивая кашпо, делая им ревизии. И вот получилось, что у меня осталась только вот одна почка, которая пошла. Ну, тоже, как говорится, результат. Мы видим, что растение живое. Спасибо вам большое подписчике, которые рассказывают о своем опыте. Мне очень понравилась одна идея. Рассказывала женщина о том, что она посадила в пятилитровые обрезанные емкости по три выкопанных осенью корня Тунбергии. И поставила дома на солнечное окошечко. Рос, цвел и радует до сих пор. То есть я уже на следующий год не буду его оставлять не в теплице, а занесу уже домой. Потому что, извините, в комнате, конечно, условия будут получше, чем, допустим, в теплице. Я имею в виду в зимнее время. Потому что тут тоже можно со мной поспорить. Я с вами соглашусь. Потому что, допустим, в теплице у меня ночью плюс восемь, но меньше пяти не опускается. Днем плюс пятнадцать. Тут досвечивания, к сожалению, нет. А вот в доме, как бы то ни было, включили свет, и все равно растений этого будет уже хватать. Если поставить, допустим, рядом с батареей, где у нас будет 23-25 приблизительно стабильно, то растений днем и ночью, то растений, конечно, себя будут чувствовать намного лучше и интереснее. Но, опять же, видите, как Тунбергия себя показала, опять же, ссылаясь не на свой опыт, в домашних условиях лучше. Итак, делаем выводы. Тунбергия в теплице в зимнее время зимует великолепно. Можно сохранить. Но, опять же, в этом году у меня, опять же, неплохо взошли семена, как я вам и показывала. На этом обзор у меня заканчивается. Опять же, буду продолжать снимать видеообзоры делать, потому что самое интересное, что в итоге у нас получится к пику его, предположим, к пику его разрастания. Это у нас конец мая, начало июня. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. У нас впереди все самое интересное, потому что сезон 20-21, ну, процентов только 15, как только как начался. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok